Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем разбор экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения. В прошлый раз уже мы ответили на все вопросы на тему запрещающие знаки, а также комментировали их. А в этот раз мы уже приступаем к 65-й статье, которая называется «Предписывающие знаки». А также и будем комментировать и эти вопросы. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение? Знак 414. Движение прямо или направо разрешает вам движение только прямо или поворотно направо, расположенную справа от дороги, то есть в направлении А или Б. Правильный ответ номер 2. Второй вопрос. Как следует поступить, если вам необходимо развернуться? Видим знак движения прямо 411. На этом перекрестке пересекаемая дорога имеет одну проезжую часть. И этот знак запрещает вам разворот на перекрестке. Этот знак не вводит каких-либо ограничений на следующий за перекрестком участок дороги, где и можно развернуться. Поэтому правильный ответ номер 2. Проехать прямо и развернуться за перекрестком. Третий вопрос. Кому из водителей разрешено продолжить движение? Только водителю грузового автомобиля разрешено продолжить движение по указанному направлению. Знак 414. Движение прямо или налево разрешает движение только прямо или налево. Знаки разрешающие поворот налево разрешают и разворот. Поэтому правильный ответ номер 2. Только водителю грузового автомобиля. Четвертый вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение на перекрестке? Знак 411. Движение прямо. Разрешает вам на этом перекрестке продолжить движение только в прямом направлении. Поэтому правильный ответ будет номер 1. Только прямо. Пятый вопрос. Какой из знаков обозначает пешеходную дорожку? Дорожка, по которой разрешено движение только пешеходам, обозначается знаком 4.6. Пешеходная дорожка, то есть знак B. Название знака 3.10. Движение пешеходов запрещено. Знак А. Говорит само за себя. А знаком 5.16.1 пешеходный переход, то есть знак B, выделяется на проезжей части участок, где пешеходы переходят дорогу через этот переход. То есть здесь правильный ответ на этот вопрос будет номер 1. Только B. Шестой вопрос. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение на перекрестке? На этом перекрестке пересекаемая дорога имеет две проезжей части. Знак 411. Движение прямо. Действует только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. Следовательно, вам запрещен только поворот направо на первую проезжую часть, то есть направление В. Ответ номер 3. Разрешено продолжить движение на перекрестке в направлении А и Б. Седьмой вопрос. В какой из дворов вы можете въехать в данной ситуации? Знак 411. Движение прямо, установленное в начале участка дороги за перекрестком, запрещает повороты налево во дворы и разворота на этом участке, не ограничивая заезды во дворы, расположенные справа. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Восьмой вопрос. Какие знаки обязывают водителя грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн повернуть направо? Только предписывающий знак Б, то есть движение направо, всегда обязывает водителя повернуть направо. Знак А. Выезд на дорогу с односторонним движением. Не обязывает вас ехать в указанном направлении. Можно пересечь перекресток в прямом направлении или развернуться. А знак В. Направление движения для грузовых автомобилей показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и самоходных механизмов в случаях запрещения их движения в одном из направлений. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Только знак Б. Девятый вопрос. По какой траектории вы можете продолжить движение? На этом перекрестке на пересекаемой дороге 3 проезжие части. Знак 4.1.2. Движение направо распространяет свое действие только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, предписывая всем транспортным средствам поворот направо на первую проезжую часть, то есть только по траектории А. Ответ номер 1. Разрешено ли вам за перекрестком въехать во двор? Знак 4.1.1. Движение прямо в данном случае действует только на перекресток, перед которым он установлен, а не ограничивает маневры на последующем участке дороги, где вы можете уехать в подвор, расположенный слепо. Поэтому правильный ответ номер 1. Да. Можно въехать. Разрешено въехать в этот двор. Одиннадцатый вопрос. Какие знаки разрешают разворот? Знак А. Движение направо или налево разрешает разворот, так как предписывающие знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот. Знак Б. Поворот налево запрещен, запрещает поворот налево, но не разворот. А знак В. Выезд на дорогу с односторонним движением не запрещает разворот. Поэтому правильный ответ номер 2. Все знаки разрешают разворот. 12. Разрешен ли вам разворот в указанном месте? Знак 4.3. Круговое движение предписывает на этом перекрестке двигаться вокруг центрального островка против часовой стрелки. В том числе и в случае, если вы хотите развернуться для движения в обратном направлении, следовательно, разворот в этом месте запрещен. Правильный ответ будет 2. Какие знаки разрешают движение со скоростью 60 км в час? Из показанных знаков лишь один, то есть 3.24. Знак А. Ограничение максимальной скорости запрещает движение со скоростью превышающей указанную на знаке, то есть 50 км в час. Знак 4.7. Ограничение минимальной скорости. Знак В. Не только разрешает, но и обязывает водителей двигаться со скоростью равной или больше указанной. Знак 5.18. Рекомендуемая скорость. Знак В. Указывает скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. При этом, однако, не исключается возможность двигаться с меньшей или большей скоростью, поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 2. Знаки В. Разрешают движение со скоростью 60 км в час. 14. В каком из указанных направлений Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке? Знак 4.1.1. Движение прямо, установленный в начале участка дороги за перекрестком, запрещает повороты налево и развороты на этом участке. Действие знака в таких случаях распространяется до ближайшего по ходу движения перекрестка, маневры на котором этим знаком никак не ограничиваются. Следовательно, Вы можете двигаться в любом из перечисленных направлений. То есть, правильный ответ будет номер 3. Во всех. И последний, 15. Вопрос. По какой траектории Вы можете выполнить разворот? Перемукающая слева дорога имеет две проезжие части и знак 4.1.1. Движение прямо, действует только на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, запрещает здесь поворот налево и разворот. А на втором пересечении никаких ограничений на выполнение маневров нет. И здесь Вы можете развернуться. То есть, по траектории Б разрешается развернуться. Правильный ответ на этот вопрос будет номер 2. Только по знаку Б. Итак, дорогие друзья, мы уже с Вами ответили на тему, значит, на вопрос на тему предписывающего знаки, которые нужно также комментировать. Мы их комментировали. И в следующий раз тоже будем на эту тему уже решать вопросы, но уже без комментариев. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока. Продолжение следует...